крон и все такое вот лагротает посмотрим всякие интересные штуки вот ну крон на самом деле это запуск задач по расписанию в линуксе на самом деле windows там тоже самое есть планировщик задач называется вот очень много служб просто используют даже когда антивирус на доставить там уже планировщик задач прописывается чтобы там раз какое-то время сам запускать обновление там или еще что-нибудь именно через винтовый получается да они через какие-то свои триггеры ну вот в линуксе то же самое вот сейчас мы поговорим про синтаксис на самом деле непонятно где где удобнее да там windows там я для тех кто любит мышкой тыкать вот здесь что ну там да там тоже можете здесь мне кажется не знаю здесь как-то более в линуксе более как это не да все логично но файлик еще посмотрим пример да я покажу а так чисто чтобы было понятно мы имеем файлик там с задачами задача у нас описывается как у нас есть пять циферок там до или пять обозначений если мы там что-то обозначаем дальше идет имя пользователя от имени которого выполнять команда и дальше уже команда которая будет выполняться да первая циферка обозначает на минуты 0-59 вот дальше у нас идут часы дальше день месяца в третья циферка 4 это получается уже месяц да вот типа 1-12 или даже можно вот по буковку вот дальше уже идет день недели тоже 06 или тире там разделитель пробел да да именно пробел развить ничего не надо больше вот примерчики что было поподробнее например да ну по понятнее вот это вот выполнение каждую минуту первый пример за то что здесь у нас ну конкретно ничего не прописано то есть этот минимальный интервал у нас минута получается выполнение звездочка что-то не хочет делать ну ладно здесь мы запускаем скрипт типа первая циферка 15 15 минут дальше часы и дальше все остальное то есть каждый день в 3.15 скрипт будет запущен вот этот вот здесь у нас не указано какой пользователь то есть будет просто скрипт из под получается если мы это прописали в этом поговорим дальше в общем будет выполняться из под того пользователя из под кого чей кран-тап да чей планировщик но раз уж это заговорит у нас есть несколько планировщиков у нас есть общий системный планировщик в которой мы запишем именно именно пользователя до от которого выполняем плюс есть планировщик для каждого пользователя отдельно дальше вот мы смотрим например каждый понедельник то есть 0 минут 0 часов вот циферка 1 обозначает где недели понедельник дальше да вот такие ты нас бывает обозначение типа дробь 2 то есть это получается каждый четный час ну типа час делим каждый 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 второй час каждый четный ну либо то же самое можно вот так вот перечислить в принципе но тоже вы это может быть даже понять но как бы по крайней мере крон так понимает да такое обозначение каждые 10 минут то же самое до минуты слэш 10 каждую десятую минуту нас что-то будет запускаться там даже не стоит новый год 23 31 декабря до 59 минут и здесь каждый будет день 22 00 будний день потому что 1-5 такое обозначение тоже подходит типа ну только не понимает вот у нас есть системные задания да про то что я говорил и пользовательские системные у нас хранятся вот самые главные конфиги цитара кран-таб давайте сам покажу чтобы было понятно цитара кран-таб вот это вот описание я оттуда скопировал здесь ничего нет у нас вот все это можешь сюда прописывать дальше у нас есть и цитара крон крон до или эта папочка аурли крон мантли и надо вот и крон викли крон можно посмотреть например дейли и тут какие-то у нас задачки то есть получается мы можем как прописывать именно сам скриптик файлик крон таба либо мы можем сделать проще например да нам надо выполнить там просто каждый день нам надо выполнять вот этого скрипт на какой-то определенный мы его кидаем вот эту папочку и цитара крон дэйля вот он у нас будет выполняться смотрим вот смотри кида нули все видишь здесь по факту просто скрипт как бы здесь какого-то описание запуска самого нету здесь да 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 это у нас цитара он где-то то я видно точно а не даже другое там папочку говорим тогда курона крон динец это 0 а он где это и цитара крон тоже не то в общем так где-то крон где-то здесь кромдэ, кромдэ или кромдэ? нет, на кромдэ. Это не то. кромдэ или кромдэ, ничего нет. Мы только что где-то видели. Нет, это не то. Это задача на яйцетер, кромдэ, кромдэ. На кромдэ. Судя по всему, в центре все такая же фигня на самом деле, что, по крайней мере, в Ubuntu есть такая штука, что у нас есть два планировщика задач. У нас есть кромдэ, который системный и пользовательский. Он планирует нам задачу каждую неделю. В воскресенье вечером. Если мы в воскресенье вечером выключили наш компьютер, то у нас бэкапа нет. Утром в понедельник он не запустился. Если мы хотим, чтобы у нас не было такой жесткой привязки к времени выполнения, мы говорим, что раз в неделю нам нужен бэкап. Допустим, по воскресеньям, мы используем Anacron. Мы в Anacron пишем раз в неделю в воскресенье. При этом, если у нас компьютер выключен в это время, конечно, задачи не будет. Но при включении Anacron проверит время последнего выполнения, поймет, что он неделю уже давно ничего не делал и запустит задачу. А следующую он будет запустить? Следующую он попытается запустить по расписанию. А, то есть по расписанию все-таки пойдет дальше? Да. Дальше он идет по расписанию. Не перепишет расписание? Нет, он, получается, записывает последнее выполнение и выполняется по расписанию дальше. И если у нас в системе присутствует Anacron, то по умолчанию у нас Cron как бы передает управление в Anacron. Получается так, что у нас… То есть нет никакого фиксирования для него? Для Cron? Нет. Время есть, но, получается, если он не выполнился, да, тогда оно будет сдвигаться. Получается так. Вот. Ну, это хорошо используют такие задачки, да, вот когда нам как-то… Ну, какие-то не на сервер, да, которые там постоянно работают, да, или когда у нас там может быть как-то компьютер выключается. Вполне оно на Cron подходит. Вот. Так. Дальше. У нас есть… Вот это вот мы посмотрели системные задачи, да. Есть это Cron, CronTab, вот это Cron, Daily, там, тра-ля-ля. Вот. У нас есть пользовательские задачи, они хранятся в WarsPool, Cron, CronTabs. Ну, можно посмотреть. Да. Вы помните. Да. Вот эти вот директории Cron, A, B, D, и V, и N, А, это как раз это… Смотрите, вот у нас сейчас WarsPool Cron, но ничего нет. Он. Ну, пустой. Да, у нас Cron, ни у кого нет никаких-то заданий. Вот. Мы можем попробовать создать задания для, там, из-под рута, из-под обычного пользователя, да, и посмотрим, что у нас происходит. Задачи мы можем делать как? Мы можем с помощью команды CronTab задавать задачи для CronTab. Логично. Вот. У нас есть CronTab, например, минус L, это посмотреть. А минус… Для текущего пользователя. Да. А минус E, ну, стандартный Edit. Да, логично. Вот. Мы сюда можем что-то написать. Например, там, каждую минуту, там, каждого часа, каждого месяца, каждого дня, каждого месяца. Каждый… каждого дня недели, каждого месяца. Не знаю. Делать там… Какой-нибудь файлик тестовый создавать, да? Сохраняем. Ну, он говорит, типа, новая задача. А, это он же сейчас мне начнет покатить. Ну, вот. Посмотрим, где мы там. Вот. WarsPoolCron. А. NLS. Вот у нас появился файлик с задачей для рута. Он так и называется, root. Если его посмотреть, вот мы видим как-то. Touch, root, test. Ну, вот. Ой. Допалка другого персонажа. Когда мы создадим? Что? Я не знаю, хотелось об этом сказать или нет. Но просто создав файл нужной директории, задача не поцепит. То есть надо именно через E либо институтовать демон крови. Чтобы все мечтали. Если вы хотите задать сходу, но просто дописав файл, то можно добавить файл DTC. на виртуалку. Да. Через одно место. Вот. Ладно, так. Каким я там пользователем это есть? Да, да, да. Через так. Я вспомню пароль. А, вот. Я переключился на другого пользователя. Соответственно, у него тоже никакого нету пользователя нифига, ничего нету. Зададим ему какой-нибудь там тоже. Четыре, пять. Что-нибудь. Этот же? А, и rem. Давай мы сделаем rem-ref. М-м-м. А, он не даст. М-м. Из-под рута. Ну ладно. А пусть надо что-нибудь. Нам надо посмотреть главное. Сейчас мы сделаем. Вот. Вот. Да, где мы там. М-м-м. В.м. В.м. крон лес вот для ника появилась дальше мы можем управлять управлять тем что кто может вообще иметь доступ к этому крону вот то есть мы можем даже так сказать что типа вообще давайте нику запретим вообще планирует задачи для этого у нас тоже есть специальные файлики цитара крон динай и и цитара крона play а вот и здесь подстава в том то что здесь еще другая логика работы в том плане что если стандартно да как мы привыкли динай у нас перекрывает аллоу то здесь наоборот аллоу перекрывает ну давай попробуем там вот и цитара крон динай добавить пользователя ник то есть сейчас и контакт цель сам будет нифига тебе даже посмотреть нельзя на у нас да это профиль все то есть если я есть в алоу и при этом я ей дай как бы я себя тоже не удалил она все равно разрешает не знаю может быть может быть так удобнее ну как бы братья до рода наверно точно точно хорошее замечание должен быть смысл в этом месте наверняка но раз помощник любому пользователю разрешен он при себе отдельно создали именно то что он разрешает запрещен не знаю может быть там раньше какой-то так что еще хотел рассказать до посоздавали динайлоу принципе понятно да там по синтаксису вот он как как раз она так и есть кронтаб минус е и сюда мы пишем каком хотим формате но смысле формате который мы до этого видели тест он создавался давайте вот так дальше у нас есть она крон синхронный планировщик вот есть еще задачки это планировщик для разных задач то есть надо мы же хотим там до сказать там допустим вот давайте там на этих выходных один раз перезагрузим сервак дальше потом не будем это делать ну как это там добавляя став крон потом там представить напоминание давай-ка вычистим там да и что-нибудь такой выдумывать нет у нас есть специально от и команда типа от в это время давай ка сделаем вот эту совершенно логично про на крон я вам уже сказал синтаксис чуть-чуть другое на крона вот здесь именно в чем идея да здесь у нас идет сначала период в днях да ну в принципе период какой-то там вот один день то есть раз в неделю и раз в месяц надо специально написано мантли потому что нас может быть там разные количество месяц дальше у нас идет delay то есть имеется ввиду что когда мы запускаем включаем компьютер например и у нас она кровно понимает запускать на крон это проходит по всем своим файликом смотрит что у нас время выполнения до больше чем то есть наоборот ну в общем он должен выполнить он понимает да там по времени вот и если у нас не было давай он бы начал сразу одновременно все задачи вот тут именно вот именно для этого придумано даже давайте там через каждые пять минут запускать какие-нибудь задачи соответственно здесь у нас видели там через каждые 25 минут он будет запускать задачу но здесь через каждые 45 это просто вот это вот это просто job identifier так называемый да там вот вот это вот как бы да это это просто до название да да вот здесь видишь да и так получается что здесь у него показано до что он тебе и ежедневно выполняет вот это вот то что у тебя в крон да или находится ну судя по всему в этот будь будь милом типа значит что до уступай всем ресурсам будет будь милом так и так и есть ты говоришь процессу будет будь милом типа значит что до уступай всем ресурсам то есть и да там поменьше кушай процесс да старайся там если кто-то попросил прерывания как-то да пожалуйста предоставь ему будь с таким хорошим чувачком типа по повышение наисимости воспитание процесса да 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 так обычно да там обычно наисто и цифры куда ему да указываешь указываешь если вот так сейчас возьмем запустим все сломается а где что там там не имею ничего не там нет а что то есть ну все это отработало и это и вот и этим на этом это же и этот а интернет смотри он Найс, по умолчанию Так, что там? А, тут где-то должен быть у нас файлик Называется WarsPool Anacron Верет в директорию Там должны быть интересные штучки Кром-дейли Вот он нам как раз в этом крон-дейли и пишет вот эти циферки 2015-2019? Когда последний раз выполнился Ага То есть, если будет дважды пропущено, а он дважды его выполнил Слушай, по идее нет Зачем? Ну да Вон один раз он тебе А? Он один раз В смысле, зачем выбирать? Важно, это действие хорошее То есть, просто он глотклетит и посмотрит, что это уже больше тем месяц И прогонится Да И просто Он просто посмотрит даже Очень давно не запускался и все Он не будет два раза Это точно Вот Соответственно, поэтому у нас и используются Anacron и cron Когда у нас cron, то мы всю задачу перекладываем на Anacron Чтобы у нас два раза не было запусков Вот Так АТ Команды АТ Использовать Очень просто Мы пишем АТ Потом пишем Сколько там она будет? 20 Не знаю 20 10 Что? Нет? Нет Я не стал Может быть поставится на маленький Да Попросим Давай Пожалуйста А Лучше будет Да Лучше будет Да Лучше будет Не-не-не Это совершенно вот именно Совершенно другая фигня Вот По факту у нас получается синтаксис такой Ты пишешь АТ 20 10 Вжмякаешь Enter Попадаешь в такую интерактивную В среду где ты пишешь там Командочки какие хочешь Нажимаешь ему Ctrl D Ну вот Он говорит Окей Джоба создана Вот Дальше ты смотришь Командочкой АТК То есть ну query Смотреть очередь Задачек Вот И все Ты видишь все что ты там Запланировал АТ Вот И дальше уже если Хочется что-то удалить Говоришь АТРМ И удаляешь По номеру Очереди Ну там у тебя каждая Будет пронавирована Там показано Когда выполняется Там с этими задачками Со всеми Вот И тут ему говоришь Ну понятно Интернет Интернет Может быть в маке есть ТТ О Смотрите-ка Давайте что-нибудь Сломаем АТ Двадцать Один 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 Двадцать Один 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 значит хочет а есть у меня это вот она может проекта давайте да а так вот у нас есть такая фигня от т.д. р.м. 2 окей все таки уже ничего нет так от т.к. 20 ты можешь ты указываешь ему да ты можешь написать просто путь скрипту опять мы не успели на рекламу наверное вообще плавался в общем понятно удобная фигня когда нам надо именно какую-то одну задачку так куда запланировать вот они олег давай давай ну знаете все подожди Да нет, я не буду ничего ломать, вся моя команда будет не заделена. Давай. Ну ты мне дай рабочую консоль. Ну а что тебе нравится, ты же сисанмин, разберись. Давай заново подключимся, макус консоль, а вон оно уже стоит. Коля почему-то не использовал в общем у кроны есть еще пара команд, минус R, удалить все, и есть можно указать под каким пользователем. Интернет, вернитесь. А, раздайте тебе интернет. Так ты, короче, этот, ну впереди в этот макус консоль. Все. Хочу SU до минус I. Ну и можно написать. то есть если ты регулированный пользователь есть права через суд нашли доктора чужие вот так и еще немного ее штуки кторей просто для чего это может быть полезно не просто по баллу запустить чего нибудь недобре у нас же этот робот ну да типа робот или какой нибудь юзер в ноботе в котором тебе надо запускать задачки но в котором там супер маленькие привиления ты даже в него не можешь залогиниться который он сделал он не может вообще работать ты делаешь вот так вот по крону минус ер минус ю в ноботе и делаешь какие-то задачки которые он может там супер минимальные привиления вот по-другому хороший я скажу фильм считается сладким а не запихать его сюда да потому что просто нет ну на самом деле если нам надо сделать а коллектор написал да то есть там да конечно очень предположим мы хотим очень много всего добавить в кронта мы можем создать на некий файл вот я сделал в котором конечно больше строки а там 20 строк в стиле кронта и сразу его добавить мы можем из текстового файла сразу загрузить кучу команд для кронта точно так же мы можем выгрузить да то есть ну грубо говоря забыкать наш кронта который в реальном случае может быть очень большим ну как очень большим строк 30-40 вполне достаточно решеточкой решеточкой так забыкать наш весь кронтак который есть ни одну строчку соответственно мы можем точно так же на лету что-нибудь модифицировать что у нас там должен дописывать что изменилось дописывать в конец файла есть точно да то есть мы прямо на лету изменили наш кронтар смотри вот она мы вывели содержимое кронтак минусы передали это на вход с кронтар который пришелся и заменил одну угловую скобочку на две угловые скобочки и сразу мы это подали на вход на кронтар и он записался сработало бы если у тебя много скобочек нет ну понятно да то есть мы можем прямо на лету изменить кронтар причем полностью то есть изменились бы все строки которые там есть и ну остается на минус р ну я уже показывал но точно так же можно удалить все задания определенным пользователям да то есть кронтар минус р минус ю ну это все что я хотел добавить что еще хорошо нас ценует да я пошел так значит я чуть-чуть хотел вам рассказать про логротейт как-то немножко мне кажется это обидно логротейт почему-то вот про кронтарбов там много говорят а про логротейты мало говорят просто у нас где у нас там эта штука смотри вот вот у нас логи варлог ну вот варлог директория для хранения логов вот все наверное обращали внимание да что у нас есть вот крон крон там циферки там другие цифры то есть крон один там да и месседжерс их тоже много вот есть я я молд а я блок просто и да в общем есть но клок клок а что то pd как называется в общем ну не суть в общем понятно что кто-то вот этим занимается кто-то почему-то они не такие файлы ну как бы один из такой другие там да с циферками там по увеличению да там по уменьшению кто-то занимается тем что наблюдает за логами которые у нас не должны разрастаться да там старый удаляет новый создает как-то да там с ними делает там каким-то таким непонятным алгоритмом да которые откуда-то берутся вот этим всем делом занимается логротейт вот специальный демон на системе которой мы можем сами сконфигурировать как мы хотим вот мы должны про это думать если мы там делаем какой-то лог в которой постоянно все пишем да ну вот мы можем если мы знаем про логротейт и видим что наши логи разрастаются там да там ну какой-нибудь что такое плохое происходит системе да у нас очень большой лог мы можем потюнить логротейт чтобы он нам этот лог ну чтоб он не разрастался да чтоб он поменьше все время у нас был ну вот конфигурация логротейта у нас находится ну как обычно в ецеттера вот у нас логротейт-конф и логротейт-д логротейт-конф центральный файл конфигурации логротейта логротейт-д по факту то же самое как у нас крон там daily weekly был да который содержит просто файлики описания того как надо делать давайте посмотрим логротейт-конф а не цепь вот вот такой вот большой файлик здесь обычно указываются какие-то там дефолтовые настройки вот которые будут у нас использоваться в системе работает локовый в рост веке там fix локс от адпед 4 то есть она показа должно быть как восьмом самые старые должен быть в общем четыре копии вот четыре копии в логов 4 файла с логами. Тут можем указать ему, что компрессом. Вот он пишет include etc.lacrotate. Вот эту директорию мы сюда включаем. Вот и здесь какие-то такие для vtmp и btmp. В общем, по-хорошему нам сюда не надо ничего писать. Мы складываем наши файлики с конфигами logrotate.d. И туда же хорошие разработчики должны складывать свои описания, как работать с логами. При установке системы сюда добавляют файлы. В смысле не системы, а какой-то программы. У меня сюда добавляют файлы, которые будут следить за ее логами и чистить. Все это дело. Вот здесь у нас вот сколько? Целая куча файлов. Целых 6 штук. Dracuta, stpd, myscase, puppet, seslog и я. Можно посмотреть, попробовать, что же у нас там содержится. На самом деле ничего особенного. Синтаксис вполне такой вот понятный. Сначала идет описание самого лога. Зачем мы следим? Варлог, дракут лог. Дальше у нас идут описания. На самом деле описаний довольно большое количество. Нам не всегда нужно все это писать. Вот это все можно посмотреть в мане. Здесь есть несколько интересных случаев. Вот я сейчас про это расскажу. Вот здесь, например, написано миссинг окей. То есть... Да, не парься. Если он пустой, ничего не делай. Note FMT. Вот. Здесь у нас указан размер лога. То есть если лог будет расти, она запускается лог ротетит, смотрит, что он типа больше 30 килобайт, да, и он дальше с ним что-то делает. Запускается вообще каждый год. Да, раз в год запускается. Вот. И дальше... Ну и вот он создает с такими правами root root. Вот этот вот дракут лог у нас должен быть системе. Вот. Здесь для нас что интересно? Интересно, что здесь указано size 30 килобайт. То есть мы можем ротетить логи двумя способами по факту. По размеру и по времени. Вот. Мы можем по размеру смотреть просто, чтобы он был там не больше, там, не знаю, 30 килобайт, да. По времени мы можем, там, каждую неделю запускать этот лог ротетит, да, там, и просто он за каждую неделю, там, независимо от чего там, да, он будет ротетить эти логи. Вот. Можно посмотреть еще htpd. Вот. Тут уже чуть-чуть поинтереснее. Здесь, во-первых, указано, что он не конкретный лог, да, а все то, что находится в директории varlock htpd, и который имеет, там, окончание лога, да, он ко всему этому будет. Тоже это мы уже знаем missing.ok, notifempty, share scripts, это я не помню, что это такое. Вот. Delay Compress. Дальше мы можем указывать, да, еще такие вот, мы можем говорить compress, delay compress, типа сжатие логов старых. Ну, лог это текстовый файл, они очень хорошо сжимаются, да, почему бы их не сжимать, да, и можно подольше хранить, там, побольше истории, если нам, если нам это хочется. Ну вот. Дальше тоже интересные штуки мы можем делать post rotate, типа какие-то говорить ему задачи, после того, что сделать, после того, как мы rotate нули логи. Здесь мы что делаем, мы этому сервису сжаттпд, говорим reload. Ну вот. Ну и в это выход, как его, в дефнул все отправляем, и ошибки, и вывод какой-то. Ну вот, зачем это надо? Просто если мы, например, да, пишем постоянно в один и тот же файлик, вот, потом мы этот файлик возьмем, удалим его на его месте, создадим еще один файлик, ну, как бы, если какой-то сервис пишет, да, не я там прям сижу, а как сервис пишет, мы удалили файлик, создали на его месте файлик, сервис не поймет, что надо писать, как бы, в этот, в новый уже, но в созданный файлик. Он будет пытаться туда, старый, вот, он к нему обращается, вот, чуть-чуть я не успел бы разбираться, да, он, видимо, он где-то себе запоминает description, может, ну, скорее всего, да, файлы, ну, descriptor, вот, наверное. Вот, и, и, диск, дискриптор файлов, получается, у него есть, да, описание, ну, имя, да, и descriptor файлов, то есть, ну, то есть он не может, ну, как бы, процесс, процесс просто, да, не поймет, что вот, 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 вытащили, подложили файлик, ему надо, да, 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 правильно, да, он, он, да, да, совершенно верно, вот, соответственно, ему надо сделать релоуд, вот, ну, процесс, у которого писал, да, в этот файл, тогда он нормально видит файлик, там, все зашибись. Что делать, если мы не можем делать релоуд, если у нас процесс, в принципе, не умеет делать релоуд? Рестартовать его нехорошо, да, там, есть у нас нагруженный какой-нибудь сервис, который, там, не надо, там, рестартовать, а у нас лох уже вырос. Есть одна маленькая хитрость, вот, которая, в которой мы можем сделать что-то, например, мы можем очистить файл, его не удалять просто, правильно? Зачем нам удалять файл, там, создавать что-то новое, еще что-то? Мы можем сделать, так, где это, где? Какой-то, там, install.log у меня есть, например. Вот, куча тут что-то там у меня наинсталина. Ну, вот, самый простой способ это сделать вот так вот. Типа, мы перенаправим ничего, да, в этот файлик, правильно? Да, да, совершенно верно. Да, я просто хотел показать именно сначала механизм, как-то, да, что мы файлик просто почистили. Ну, вот, интернета опять нету. Ну, в общем, по факту, у нас файл самый самый, да, ну, просто мы его обнулили. Вот, соответственно, в LogRotety есть специальный конфиг, вот. Ну, в смысле, не конфиг, да, вот эта вот, ну да, конфигурация, да, когда мы говорим ему там, не удаляй, просто очищай. Вот. Я точно, наверное, сейчас не вспомню эту строчечку, как она называется. В Manny это есть. И как раз это очень хорошо делать, когда вот именно такие вот сервисы, да, можно даже не заморачиваться вот с этим вот, то, что TPD, да, то, что они писали там Relo, там, еще что-то. Написать ему просто, да, чувак, почисти. В LogRotety не надо заморачиваться с этими штуками со всеми. Конечно, мы можем писать там какие-то свои. Мы можем, интересно, в Mac это есть у нас. Как вы что-то сделаете олень? Да, да, да. Как вы что-то сделаете олень? Что еще интересного? В общем, верьте мне, я сейчас буду вам рассказывать. Как эти задачи, получается, в LogRotety сам добавлен в кровь? По-моему, там висит просто демон, на самом деле, в LogRotety, который тебя это смотрит. Кстати, да, хороший вопрос, как он запускается. Как он узнает, что он может сильно поработать. Как это? Как это? Греб минус RLi RLi Да, есть такая штука Узер, понимал, кротейт Котейт. Комф Называют его Неожиданно, они должны Слезть, лекции, губилиции Чтобы понятно, зачем цель Да, да, да Обычно так и бывает В конфигне Так Сейчас покажу Вот Еще такие штучки Ну тоже Миссинг окей Notifempty Create Постротейт И вот он ему говорит Пакил Минус УСР2 Минус Юпапит Минус Минус И что там еще много чего Те эти штуки то есть да по факту это просто скрипт который будет после 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 вот здесь интересно что что мы войну вот только там должна быть да да вот я про это хотел сказать что там наверняка есть просто природы не построить хочу сделать просто здесь что еще интересное кто показать что кто-то не знает что мы с помощью команды кивы и по киву мы не просто убиваем процесс своим сигнал процесса когда мы говорим вот этот пакет минус ее сер два минус you по 5 и минус f то есть это значит что мы посылаем сигнал и из r2 от юзера папе с вот этим вот юзи запин пакет мастеру вот этому процессу то есть когда когда мы говорим в принципе сигнал kill что-нибудь да киву процесс мы посылаем процессу сигнал 15 то есть смотри это я серго нет зависит от как-то посмотреть надо но манки конечно же вот и есть на самом деле нет смотри я там немножко не не так вот эти во первых все у нас программа бывают как стандарт позик совместимые не пользуются вот все программы позик совместимые должны обрабатывать сигналы так как должен вот соответственно у нас есть часть сигналов вот из этих вот здесь указано 31 потому что там а кость да здесь нету вот даже весер осик нет должен быть он должен секью сэр называется да вот они если родины с этого в общем этих сигналов может быть довольно большое количество там да в зависимости от системы linux у тебя там какой то еще что то ну вот есть у нас часть сигналов которые процессы в принципе не могут игнорировать да у нас есть например девятки девятка сиккил это значит что вот мы посылаем ему девятку таким минус девять процесс все он просто убивается и он ни о чем не заботится это плохо потому что он ничего не сохраняет свое состояние ничего там не да вообще там на его по башке да да если он там что-то делать когда мы ему говорим пятнадцатый процесс просто говорим килл да килл какой-то процесс но груб чувак пожалуйста давай-ка завершить он там сохраняет свои открытые файлики там туда-сюда все пишет и как бы как-то называется хорошее завершение да мы можем и сказать ему килл минус 15 она провел до минус 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 in может сказать до X да так как тебе хочется просто ну вот дальше все вот эти вот процессы как бы есть 2 группа до процессов которые сигнал до который процесс может игнорировать и третья группа это вот которая относится и сиро 1 и сиро 2 это сигналы которые процесс может интерпретировать как захочет да так как настроен процесс например с этим столкнулся вот макаси и в линуксах dd ведет себя по разному dd до копирования например один из способов смотреть dd что там что она копирует что он что она делает да сколько скопировал сколько осталось там скорость еще что-то послать ей сигнал и usr 2 мы делаем до спускаем дашку смотри чуть магии дск у меня тут учат подчинку там за счет счет а кстати на ногу через два Фолл-скрин, кстати... А, он у тебя так и нет. Я никогда не пробовал, я тут надо пустить на огромном мониторинге, потом приглядываться к этому. А вот тогда получится. В общем, да, с этим как-нибудь разберёмся. Так, dd. Сейчас запитывает dev. Да, ну мы типа из нулей туда никуда будем отправлять и отправим его в background. Сейчас он нам покажет вот этот пид процесса, то есть сейчас у нас там происходит какой-то капец, он там копирует. Вот. Мы можем сказать этому процессу, ну вот посмотрите, что у нас происходит вообще, да, там, dd. Сколько он там скопировал, сколько осталось, скорость, там, ещё что-то. Один из способов, это не этот, как это, по-моему, usr2, по-моему. Это не единственный способ посмотреть, там есть ещё другой. вот. А, он завершился. Значит, наверное, usr1 всё-таки. Ну-ка давай, usr1. Мы послали kill минус usr1 вот этому вот процессу, да, который мы уже посмотрели. вот он нам какую-то эту. А? Ну вот он, да, какую-то статистику нам. Типа сколько-то записал, он 28 гигов, он уже говорит там, да? Нет, ну вот сочетается, он что-то копируется, куда-то копируется. По-моему, по факту он из нулей, да, куда-то туда. Да, с очень замечательной скоростью. Да, из пустого в порожную, точно-точно. Вот. Очень быстро делал это. Вот. Но при этом, откроем macOS, и сделаем то же самое, только надо с удой сделать. background. На самом деле, можно там тоже посмотреть пид процесса не только вот так вот, да, а там еще переменного выхода посмотреть, с каким он пидом там закончился, да? минус USR. Что мы там? USR 1 посылали, да? 52,60. Все. Он ничего нам не показал, он просто сдох. Это просто потому, что это реализация как бы другая. Вот и все. Нехорошо. Под macOS он как бы не воспринимает USR. И вот именно вот эти USR 1 и USR 2, они, видимо, так и названы, да, как типа пользовательские сигналы, которые мы подаем программе, да, которая как-то там может их там обрабатывать и интерпретировать, да. Да, 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 да. Вот именно что-нибудь на них можно навесить. Коля, какой килл ты используешь чаще всего? Чаще всего. Конечно. Конечно, сразу же. Чаще всего нравится? Я все глупо именно так, не удалось нормально. Ну да, такая стандартная. Ну ты говоришь ему килл просто в процесс, да, там, а он ничего не делает. Блин, да, 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 да. Да ты ему грешки у меня здесь, и всё. Я всё доделал, блин, если будем дальше чуть-чуть, блин. Ну, может быть, а может и нет. Ну вот. На самом деле, ещё прикольная… прикольная фигня когда можно посмотреть типа чего у нас происходит в процессе и что вообще сейчас делает еще открытые файлики например лсов минус 52 ну просто интересный что пусто мне нет вот правда 52 52 67 и лсов минус п покажет нам этот ну и нотификатор процесса дать покажет вот такую статистику по нашей беда что она там копирует куда какие у нее открытые файлики какие-то конфиги да вот у него где-то дэвзера дэв ну то есть он копир на при этом она использует да и зачем шарит келс кэш либо бин дд самого дэшка его его отворот в общем можно посмотреть например да мы можем посмотреть алсов очень полезно когда мы вот мы можем показать нет вот смотри вот там смотрели процесс лсов минус п и смотрели именно процесс что он делает какие файлики открывает да и чё там это мы можем посмотреть наоборот с другой стороны смотри как какой файлик кем используется удобно смотреть да когда нам надо удалить файлик можем этого сделать когда мы хотим отмонтировать диск но почему-то мы не можем отмонтировать потому что кто-то его держит там какие-то процессы на флешку мы не можем сказать моно маунт ни хрена все и висит соответственно мы можем посмотреть вот этим носов надравить его на флешечку да и увидим что этот процесс его это юзер тоже если посмотреть может быть он покажет носов дэв ну а дэвзера да поменьше просто а вот дэвзера никто не только сейчас мы дальше допустим и он нам сейчас должен показать да что 52 82 вот он что он использует и вот про это я хотел сказать еще так где там наверно наверно все что вот про это я хотел там дальше мы можем что уже писать какие-то когда свои скриптики пишем да с этими слоганами класть у добро кратает что полноты вот этим соответственно или так или сяк как там захочется ну смысле по размеру еще что-то или по времени какие-то посылать по карте там теперь пользуюсь не на самом деле я так иначе все пользуются но ты просто аж себе это делаю ну когда ты ставишь как программулим она добавляет в себя в логиках и репетирует мне интересно то что ты можешь как-то кроме репетирует по времени это в случае если тебе там нужны все налоги за людей если у тебя очень мало места на диске ты знаешь, тебе надо вложить там в 300 грабайт ты можешь подъем ты можешь сжимать лоби ты можешь сжимать сразу через сколько-то файлов ты можешь по умолчанию .gzip использовать да желание можно настроить другую более крутой сжать точно точно ты можешь дописывать что-то например вот как тут даты в конце это довольно гибкая система зачастую ее никто не настраивает как ты не упал да 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 пока что-то не случилось так вот большинство 1 Спасибо!